поехали поехали за так у начинают товарищи из the legends писаные фаворит всех этих отборов ну есть шанс у нас на них посмотреть стадии 1 8 против легендари которых мы уже сегодня видели ну и которым чуть повезло со стороной будут они играть начинать эту игру точнее за деф проблемки у стака точки а разваливают одного и второго остается лидер айфорс и но из кстати с изменением в составе играют легендари приплыл у нас noise ой 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 айфорс составит первой пулькой в голову лидер девайс в отличие от прошлой игры сменил может быть именно по стороне взял этот девайс ну посмотрим что будет дальше последний он остается как мы уже привыкли видеть на мехико так частенько было против троих еще одна голова от него отличная стрельба знает о первом ну и раскрутили его на две стороны 1-0 в пользу релизан четко начинают они свою игру смотрим второй раунд давайте смотреть что деф в простановке растяжка в линию уже более такие модернизированные позиции не олдскульные я имею ввиду кактуса который занимает мост близкую позиции к сибиро называю ну и по центру по центру работает двоечка xivir и вайс 3 контроля цвп спину бомба за его задней поверхностью находится аккуратно сплетует точку а на вы чек не видят 3 никого в прицел поверху а там есть человек и вайс был быстрее состилил этот фраг ну и ждут перетяжки кактус естественно дает инфу стоит он близко что топают у него по секретке никто не проходит лонг поэтому деф не дергается естественно об этом не знает никоим образом рулэджинс но просто отождав тайминг будут заходить на эту точку ну и как то с ни одного фрага это печально потому что . открыто и 5 в 3 очень даже сложно будет тем более с таким серьезным соперником один размен дается сразу же в ответочка прилетает айфорс с лидером опять-таки остаются дуэтом как это было в предыдущем раунде и лидер не дожимает скалыша форт последний пошел обходить долгую спину по лонгу четырех шансов него очень мало даже если дойдет до точки а то и вот он просто разорвут со всех сторон тут уже за чек или на дальнюю чем надо идти а чё делать бьет не убьет нет не убивает никого прострелом 3 а вольт минус айфорс 2-0 рулэджинс так не смотрите неожиданная аркада у нас решили играть поактивнее разменялись ровно накалили серьезно 3k но остается кактус на лонге сторожа будет играть вместе со своим тиммейтом недолго откидывают хаешку уходят пошугали и ушли и кстати ответочку дал дальше вы лету легендаре не знаю кстати если учитывать точнее предположить что рулэджинс все таки выиграет это отбор до поедут в китай но раньше карта порт у них не очень было хотя и состав изменился ну тайминги пока что неплохие за атаку показывать хотя ничего сложного такого уж прям нет но этого хватает для того чтобы пока что сухую обыгрывать на легендаре похоже пор чем-то на анкару кстати и вот если бы такая же близкая хрупа была у легендаре как это было тв в принципе них бы все получалось да еще не срастается именно с опенами то есть ну вот первый раунд допустим вспоминаем . они не сыграла не на один минус да понятно в них заходили пятеро но немножечко легче в том плане что кучность стрельбы может стрелять господи зажать просто убить двоих троих зажиме главное выбрать нужную позицию не надо там выцеливать по голове каким-то стрейфами аккуратными ну и это не срослось то есть есть проблемки и по наверное все таки морали к стрельбе не будет никаких претензий это вряд ли ну и против ру легендс бегут на тебя пятеро ага а что делать бывает что не срастается ни одного минус тут надо вот определиться наверное все таки легендаре с дефом когда и как поджимать и поджимать ли вообще потому что середины середина раунда человек идет чекать умирает хорошо потеряли дальше что позиция теряется ну и ру леджинс уже начинают строить свою атаку от этого минуса прекрасно понимая все но пока все в пользу легендаре хотя вот центр отпустили по спине на стрелял айфорс вайса высекает точка забирается за двоечкой император лив минус дипл 2 в 3 2 в 3 не торопитесь ставить бомбу ждут еще одного разменного тогда уже будут решать куда идти есть отразмен но один в один отлично xivir наверно самые жесткие остались лидер сотый xivir вообще неважно сколько у него хп этот человек может на уру легендс и ттр окей я в курсе просто команда у тени бить называется легендаре в чем проблема легендаре легендаре легендс вас это смущает да ру легендс легендаре xivir на топал но пошел за бомбой подумал что человек где-то в планте стоит хорошую позицию занял лидеры первый раунд отжимают у своих соперников легендаре 31 опять-таки поджим смотрим как разберутся хороший tower здесь под садом будут разбирать естественно весь этот поджим надо дорабатывать подсаживает 1 текает все-таки ушел дипл но . открывается этим моментом дипл остается сторожить трик я понимаю да занял в близкую не будет выпускать остальным принципе можно работать постановка бомбы уже из внимания четкие позиции флешка за спину лидеру падает с моста дипл не торопится 3 кто же не уходит ключевая на позицию убить трик и атака будет заниматься с двух сторон убивается трик 3 в 3 можно работать диплу надо делать срочно минус под вертикалкой потому что тиммейт уже в близкую покривой лестнице делает он свой минус и теперь уже зажим практически удался знают а знают о крыше но отдаются xivir с его же самой любимой позиции крутится на обе стороны xivir и хорошо работает ну есть инфа по xivir но бомба уже слишком красная и ничего с этим раундом не поделать xivir закрывает его 4-1 4-1 пока our legends все хорошо немножечко видоизменяют они на этот раунд атаку там где-то император лиу что он делает вообще ну понятно они решили никого не идти лонг в надежде на то что будет еще один поджим и не увидят встречающих побегут в респу как это бывает но никто в этом раунде даже не поджимал этот муф отыграли никто поджима не было император лиу покидает свою позицию 3 отправляется в перемычку раскидывает мост выходящий мид это xivir и а вольт отличный минус 2 3 а вольта прошелся по головам и будут зажимать точку б с двух сторон с курку просто рвут просто рвут на части точку бы ничего не смогли сделать напихали в ухо защищающим эту позицию дипл остается последний в троих один двоих уже чекает хаешкой лестницу выходит синхронно отлично просто без шансов но в такой ситуации конечно глаза разбегаются невозможно дать хотя бы одному непонятно не понимаешь куда влево вправо тебе прицел просто говорились раз два три вышли убили 5 1 6 раундов сыграно 3 осталось легкая прогулочка на лонг на этот раз в четвером ждут поджима даже в пятером поджима никакого нет и дипл абсолютно один на точке а на крыше подтягивается как то с позицию к севера теряется сразу же теряется и дипл . открыта но по стрельбе первые две три пули летят в голову собственно здесь без шансов ничего не сделаешь против такой атаки нет никаких мансовых перестрелок все очень быстро и четко лидер как всегда последний на банихопе уничтожает рика который загулял загулял здесь еще один его тиммейт это реавольт но достреливать двух патронов сдвигла 6-1 ну тут просят рассказать об изменениях составе их так много ребят что я не знаю с какого момента вы не знаете эти изменения составе тем временем у нас масс-заход кур уничтожают все что там шевелилась стояла и стреляла пытается айфор здесь отбиваться ждет кактуса который опаздывает ну смысла с собой мужики нет ну давайте с прошлого лета по составу был пепсон и инсо инсом вместо лиу и а вольта в этом составе потом появился арса и имба они съездили в китай на прошлый кфс ну и вот эта двоечка сменилась имбы и арсы на императора лиу и реавольт и изменения в составе это с прошлого лета то есть как получать человек у нас раз два три четыре шесть человек поменялось неизменные три квайса и ксивер и реавольт с императором ли вы появились вместо имба который ушел в армию и арсы который непонятно куда ушел по ходу в инактив хотя в каком-то составе его чекал на этот кфс но такие возвращения это мимолетные типа заработать денег а вдруг вряд ли с надеждой поехать в китай арса там в каком-то составе играет ну три две тысячи долларов за второе третье место отлично реавольт на зажиме второго не ловит уходит на стрейфе сам поймал в голову ну а это был фейк и заход у нас точку а тянется лидер будет последним дипл скорее всего не доживет 4 в 2 минус лидер дипл последний на этот раз ну и мы досматриваем последний раунд первой половины либо 72 либо что скорее 81 к этому все идет и будем меняться довольно таки уверенно и без шансовая половина для рулов ничего серьезного не показывают легкие фейки легкие развод очки и пару массов с раскидом на точку в общем то и все остальное на стрельбе вытягивается 81 первая половина легендарь легендарь и ничего не смогли противопоставить атаки рулов меняемся крошка ушел с того старого туча или это временно но попросили на этом канале стримить я не могу отказать погнали вторая половина рулам нужно добрать два раунда один на матч-поинт и один на победу имба был координатором да имба был координатором но сейчас координирует я даже не представляю такие способности есть у трика хотя ему сложновато он в п да тут любое может единственное что наверное реавольте свободный художник в этом составе как всегда он во всех составах которых он присутствовал не знаю будем смотреть по ходу вот второго дня уже будет более серьезными соперниками понятно что у рулов так что у рулов не так будут у них проблемы на каких картах будут проблемы этот стрим кстати ссылка на него лежит на официальном сайте kfs поэтому возможно здесь какие-то шпионы сидят на стриме и посмотрят как играют рулы поэтому есть соперник не очень серьезный я бы не советовал он допустим руб серьезное показывать масло дедовским способом действуют а чё бы и нет за двоечкой не ожидали бомбу там потеряли стоит там иксивер вряд ли который пропустит кого двое секретки один слонга патрону иксивера заканчивается не настреливает ну и выносит минус 2 отлично один в один один в один после убийства триком знает что в спине главное не паниковать хп мало может прострелить его 3 просто замучить его папа рону все 10 есть один на получается счет на этом гг следующая игра что нас ждет это кмс против mv после небольшой наверное пятиминутной паузы далеко не уходить пять минут и будем смотреть еще одну игру 1 восьмой пока музыка то есть да Субтитры сделал DimaTorzok